Итак, сегодня 5 февраля, раннее утро, у нас гостя советник губернатора Хакасии Александр Бурмистров, который приехал в нашу редакцию, чтобы сделать несколько официальных заявлений. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Добрый день. Мы вас внимательно слушаем. Ну, собственно, мы видим, что февраль уже настал. Это время, когда должны быть посчитаны затраты регионального оператора на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов. К сожалению, на текущий момент никаких официальных документов в наш адрес не поступило. И, соответственно, есть прямые трудности в том, чтобы эти затраты оценить. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы обращались с просьбой к региональному оператору о предоставлении всех этих данных? Когда это было сделано в последний раз по времени? Ну, я могу сказать, когда это было сделано в первый раз. Устно это было сделано 9 января, письменно 10 января. Официальная входяжка есть. Мы просим сведения о маршрутах, о том, откуда, когда, кем и так далее вывозится мусор. Данные мы получили фрагментированные. Данные, которые предоставляют, по сути дела, подрядные организации, перевозчики этого самого мусора. За них ответственность рекоператор брать не готов. Чем объясняет рекоператор свою такую позицию на утро 5 февраля? Ну, объясняет это тем, что эти данные нужно перепроверять. То есть, логика такая, вот нам рекоператору, так скажем, да, типа, дают данные перевозчики. Мы их вот предоставляем вам, а сами их проверяем. Ну, в этом смысле слова, нам бы хотелось получать те данные, за которые рекоператор несет ответственность, но с которыми можно работать уже как с официальными, а не с расчетными, примерными, там, теми, которые кто-то кому-то дал. То есть, к этим данным даже и претензий предъявить, по сути дела, нельзя. Можно ли сказать при этом, что компания Аэросити-2000, если не саботирует, то всячески уклоняется от прежних своих договоренностей с правительством Хакаси? Ну, скажем так, исполнение договоренностей о том, чтобы посчитать тариф в соответствии с фактическими затратами, в силу невозможности эти затраты оценить, ну, действительно под угрозой. Мы надеемся, мы ждем этих данных, буквально там день-два, я надеюсь, они появятся, ну, потому как иначе ситуация станет совсем сложной. Извещен ли о ситуации губернатор республики? Губернатор республики в ежедневном режиме ставит задачи, принимает отчет на тему мусорной реформы. Он полностью в курсе всех событий. Ближайшие 48 часов, ближайшие 72 часа, что ожидать жителям Хакасии, которые целый месяц, и даже месяц с небольшим, регулярно видели, как этот мусор вывозился или не вывозился, и должны получить расчетные квитанции? Ну, я думаю, что в течение ближайших 48 или 72 часов будет объявлено о том, какие затраты представил рекоператор, ну и, соответственно, какой тариф по каждой из пяти территориальных зон вытекает из тех затрат, которые нам будут представлены. То есть я думаю, что жители ждет некое объявление содержательное, с цифрами, и, соответственно, ждет наша оценка этих сведений. То есть тут сразу две новости, получается, что предоставили, и как это мы будем оценивать. Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь мусорной реформой, и вообще все, что связано с твердыми митровыми отходами, не первый год. С такой ситуацией, как в Хакасии, вы ранее сталкивались? Ну, ранее это все, сама эта реформа носила, так сказать, теоретический характер. Она реально запущена, ну вот, 1 января. Поэтому, ну, сравнить предыдущий опыт с действующим в этой части сложно. Это, во-первых. Во-вторых, я не слышал, не видел сведений ни об одном регионе страны, где события развивались бы таким же образом, как в Хакасии. Значит, как правило, в абсолютном большинстве случаев рекуператор работает по тому тарифу, который утвердили региональные власти, и все тихо, спокойно. В некоторых случаях мы видим то, что регионы, ну, по сути дела, ломают те же тарифы, которые сами и утвердили. В некоторых случаях рекуператоры это спокойно воспринимают. Ну и, судя по публикациям в СМИ, некоторые рекуператоры жалуются в правоохранительный надзорный орган, что они не согласны с этим. Наш путь, путь Хакасии состоит в том, чтобы сделать максимально прозрачными эти затраты, увидеть эти затраты, посчитать эти затраты, согласовать алгоритм и процедуру предоставления данных от рекуператора правительства, из которых мы можем делать, ну, обоснованные выводы. Последний вопрос. Это ситуация. Что это? Скандал, кризис, непонимание. Как бы вы в трех словах охарактеризовали то, что происходит на сегодняшнее утро, 5 февраля 2019-го? Ну, смотрите, я думаю, что ситуация вызвана тем, что нет желания, видимо, эти затраты показывать, потому как совершенно же понятно, что такое колоссальное внимание вас, журналистов, жителей, конечно, в первую очередь, правительство к этой всей истории, оно не сможет продержаться все 10 лет, пока действует договор. С моей точки зрения, есть желание просто зафиксировать объемы сейчас, ну, а потом уже в рамках этих объемов зарабатывать, ну, в том числе двойную прибыль. То есть, вторая версия в том, что рекоператор не вполне управляет процессом, и каждый перевозчик там пытается сам что-то придумать, надурить там и так далее. Пока мы не увидим документы, давать какой-то однозначный вердикт, что это есть, все-таки преждевременно. Буквально осталось день-два, мы это все увидим, озвучим жителям Хакасии. Во-первых, цифры, во-вторых, нашу оценку этих цифр. Поэтому пока чуть-чуть еще буквально мы осмотрим, ждем, ну, и затем уже озвучим. Благодарю вас за этот разговор, спасибо вам большое. Всего доброго.